Добрый вечер! Время новостей на Орин ТВ в студии Татьяна Штеллер. Самые заметные события четверга, 27 июля, в ближайшие 20 минут. И вот некоторые темы. В Центральном районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении министра спорта Оренбургской области Олега Пивнова. Его наказали, но лояльно. В Оренбурге 366 обманутых дольщиков о том, как им помочь, не допустить подобных ситуаций, решали сегодня на законодательном собрании. Когда начнут реставрировать Оренбургскую набережную? Подрядчика еще нет, но называются сроки начала работы. Сотрудник ДПС в скором времени сможет остановить автомобилиста там, где он захочет. Как к нововведению относятся оренбуржцы? Отстранили и оштрафовали. Министр спорта и туризма Оренбургской области сегодня выслушал решение по уголовному делу. Олегу Пивунову вменяли растрату бюджетных средств и превышение должностных полномочий. Приговор Центрального районного суда многие журналисты назвали слишком лояльным. Эти кадры наш оператор снял буквально через несколько секунд после того, как судья огласила решение. Министр спорта Олег Пивунов и его защитник явно довольны таким приговором. Пивунову однозначно наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей дохода государства. На основании части 3.47 лишить Пивунову право занимать должность, связанное с учреждением принципа представительства власти, а также с выполнением организационной распределительной институтно-хозяйственной функции государственных форм от хорных местных соуправлений на срок 1 год. На основании части 5.72 УКРФ за честь времени содержания Пивунова под стражей домашнего ареста 28 октября 2016 по 29 мая 2017 смягчить наказание. Окончательное в виде штрафа до 400 тысяч рублей дохода государства. Еще до того, как этот процесс начался, в суде большинство экспертов говорили, что Олег Пивунов по всей строгости наказан не будет. Напомним, изначально гособвинение настаивало на статье «Растраты бюджетных средств». Мол, Пивунов ездил по личным делам, но на командировочные деньги. В итоге отказалась от этого обвинения. После исследования всей совокупности доказательств представленных как стороной обвинений, так и стороной защиты государственным обвинительным, заявлен мотивированный отказ от предъявленного обвинения по части 35.160 УКРФ в связи с отсутствием состава преступления. Но признали виновным Пивунова в превышении полномочиями. Оказывал давление на директора баскетовального клуба «Надежда», чтобы тот за счет команды арендовал квартиры своему сыну и замам. Тем не менее суд посчитал, что наказывать министра слишком строго нет необходимости, даже несмотря на то, что вину свою тот так и не признал. Кстати, на протяжении всего процесса Олег Пивунов обвинял журналистов в необъективном освещении этого дела. И сегодня даже отомстил, согласившись на интервью, только журналистами одного государственного телеканала. Я могу отвечать только на этот микрофон, они здесь. Остальные могут быть свободны. Адвокат, сейчас скажу, соглашение у вас, да? Здесь вот «Россия» написано, это единственная компания, которая, наверное, осветит нормально. Александр Жарков, Петр Рукин, Орин ТВ. Добавим, судья заявила, что Олег Пивунов имеет право на реабилитацию за то, что ему вменялась статья. А, соответственно, было уголовное преследование, но доказано, преступления не было. Реабилитация подразумевает в том числе финансовую компенсацию. Не исключено, что министр потребует от государства те самые 400 тысяч, на которые оштрафован. И еще немного истории. Напомним, Олег Пивунов возглавил Министерство спорта в октябре 2014 года. До этого времени он был генеральным директором хоккейного клуба «Южный Урал». Тогда же перебрался из Орска в Оренбург. И спустя буквально два года Пивунов становится фигурантом уголовного дела. Следственный комитет в октябре 2016 года возбудил дела по статьям «Злоупотребление полномочиями», «Присвоение с использованием служебного положения» и два эпизода по статье «Превышение должностных полномочий». В ходе разбирательств в судах озвучивались необоснованные траты бюджетных средств на командировки. Это подтвердила и проверка счетной палаты области. 180 тысяч рублей Пивунов возместил. Обвинения позже в этой части были сняты. Судебные разбирательства продолжались по аренде квартир для замов министра и его сына. К слову, Пивунов-младший за это время тоже успел засветиться в скандальной истории. К штрафу в 130 тысяч рублей был приговорен за нападение на полицейского. Министр спорта Олег Пивунов некоторое время провел в СИЗО, а затем был помещен под домашний арест. В его защиту в соцсети выступали хоккеисты, музыканты, бизнесмен Александр Зеленцов, а в суде допрашивали вице-губернатора Павла Самсонова и Наталью Левинсон. С самого начала Пивунов не признавал себя виновным. В последнем слове три дня назад заявил, что стал жертвой оговора и клеветы. И все же судом признан виновным, но получил довольно мягкое наказание. Вообще в министерстве, отвечающем за спорт, в области последние 10 лет не обходится без скандалов и недоразумений. Уголовные дела на руководство заводились не впервые. Под следствие попадал экс-министр Валерий Федоров, а до Пивунова Валерий Брынцев за работу в ведомстве отвечал лишь в качестве исполняющего обязанности. Валерий Федоров возглавлял Министерство молодежной политики, спорта и туризма с 2009 года. В апреле 2011 на него возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Тогда же суд отстранил его от должности. По версии следствия, в 2008 году, еще будучи первым замом, Федоров подписал документы о готовности спорткомплекса в Матвеевке. Строительство на деле не было завершено, при этом подрядчик получил 20 миллионов рублей. Аналогичное дело рассматривалось в 2013 по спорткомплексу в Курманаевке. Федоров был приговорен к условному наказанию и штрафам. В феврале 2016 года он скоропостижно скончался. Пока Пивунов находился под следствием обязанности министра физической культуры, спорта и туризма, исполнял Геннадий Лескун. А Олег Пивунов на портале правительства области так и значится министром. Цены на жилье взлетят, а на рынке останутся только крупные игроки. Новые поправки в закон о долевом строительстве назвали революцией. Хотя, по сути, авторы инициативы хотели защитить будущих дольщиков. Сегодня новация активно обсуждалась на слушаниях законодательного собрания, на которые были приглашены и пострадавшие дольщики. Люди отдали деньги за жилье, а в итоге получили замороженные стройплощадки. Чем нововведение поможет людям, узнала Наталья Голикова. На прошлой неделе в Госдуме во втором чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве. Инновация уже вызвала немалый скандал. Попросту ее окрестили революционные. Условия для работы застройщиков будут жесткие. Теперь нужен немалый опыт работы, хорошая репутация, отсутствие судебных решений и обязательств по кредитам и займам. Строительная компания должна построить не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. В банке на счете должна быть определенная сумма. И самое главное, появится общий котел. Компании обяжут скидываться чуть больше 1% от цены каждого договора, чтобы обезопасить дольщиков. Госдума, принимая первый закон о федеральном компенсационном фонде, внесла серьезные изменения в закон 2004 года о долевом строительстве. Уважаемые коллеги, вы знаете, настолько революционно, что вот застройщикам это как бы... Ну, во-первых, здесь государство берет на себя все риски теперь, все риски с одной стороны. Но с другой стороны, вот первая волна пошла от строителей, от застройщиков, и они не понимают, как они будут работать в новых условиях. Новшество заработает с 1 июля 2018 года. Строительное сообщество считает, что от закона пострадают и покупатели, и сами застройщики. С такими требованиями жилье и вовсе перестанут строить, считает Александр Кунеловский. Длинных и приемлемых денежных средств для осуществления жилищного строительства нет. Единственное средство, единственный источник был, это средство самих граждан, которые участвуют в долевом строительстве. Но сегодня это, по сути своей, занесено в запретительную сферу. То есть операторов на рынке жилищного строительства практически не останется в сфере долевки. А раз не длинных денег, за что строить? Кто из сегодня экономических субъектов может вложить миллиарды, сначала построив, потом продав? Соответственно, это влечет за собой что? Отчасти монополизацию, отчасти, даже не отчасти, а бесспорно, рост цен. И, соответственно, кому это было хорошо? Что самое интересное, новый закон никак не поможет нынешним обманутым дольщикам. Здесь силу ответственность переложили на региональную казну. В бюджете денег нет, а значит механизмов немного. Юридическое сопровождение и поиск инвесторов. В Оренбурге шесть проблемных объектов. Это дома в поселке Неженко, застройщик компании «Альтаир-2007», жилой дом в Бузулуке, Зава Валера, дом на улице Красного Казачества, ООО «Электроремонт» таунхаусы в поселке Неженко, ООО «Стройкомсервис» и 17-этажный жилой дом ЖК «Северное сияние». Застройщик ООО «Промышленный строительный комплекс». В реестре обманутых дольщиков числится 72 человека. Но на самом деле цифра не отражает действительность пострадавших гораздо больше – 366 оренбуржцев. Попытки обеспечить дольщиков предпринимались не раз, но толку мало. Наглядный тому пример – ситуация с обязательным страхованием рисков дольщиков. По официальным данным, за два с половиной года страховыми компаниями собрано в общей сложности 27,5 миллиардов рублей. Выплат за тот же период – ноль. Во многих случаях оренбуржские обманутые дольщики обратились в суд. Некоторых застройщиков уже осудили, кто-то еще ждет решения. Но жилье по-прежнему в большинстве случаев так и остается недостроенным. И никто не получил компенсации. Теперь время рассказать о происшествиях. Далее смотрите рубрику «Ориентировка». Автомобиль в подземном переходе. Такую картину сегодня утром наблюдали оренбуржцы в районе остановки «Монтажников» на проспекте Победы. В начале пятого утра ВАЗ-2114 влетел в пешеходный переход. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны Степнова, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Двоих пострадавших из машины извлекали спасатели. Для этого пришлось применить специнструменты. Известно, что водитель с переломом челюсти госпитализирован в первую городскую больницу, пассажир с травмой позвоночника в четвертую горбольницу. Что произошло на дороге и по какой причине, в деталях ДТП еще предстоит разобраться. В Оренбурге разыскивают 26-летнего Владимира Максимова. 20 июля утром он вышел из дома по улице Чкаловой. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы – рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на левой стороне груди – послеоперационный шрам. Был одет в майку сине-бело-голубого цвета, черные шорты, черные шлепки. Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Максимова, просьба звонить по телефону, указанному на экране. В 2018 году горожане вправе требовать новые городские автобусы. Об этом заявил на записи программы «Их недели» председатель автотранспортного союза Оренбуржья Александр Шмарин. Свои требования люди смогут адресовать предпринимателям и руководству города. Связано это с тем, что в 2017 году заканчивается срок лизинга того муниципального транспорта, который сейчас ходит по дорогам Оренбурга. Также в разговоре с моей коллегой Татьяной Ленковой Александр Шмарин высказал свой взгляд на приход к управлению городским пассажирским транспортом Дмитрия Анисимова. И вот фрагмент беседы. Сегодня на поле управления пассажирским транспортом появилась новая фигура начальника управления Дмитрия Анисимова. Вы какие надежды связываете с появлением нового руководителя управления? Ну, надежд как таковых я никаких не связываю. Оценку давайте, я думаю, что его работу будем после 100 дней, как это принято, потому что человеку нужно вникнуть. Но одно, как бы сказать, замечание, что ли, могу сделать о том, что пока он не нашел время встретиться с председателем общественной организации, которая объединяет не только 30% городского рынка, но и до 60% областного рынка. Ну, наверное, это упущение. О том, нужен ли вообще муниципальный транспорт и кто заинтересован в переделе рынка? Эти вопросы также были заданы Александру Шмарину. Полностью программу смотрите завтра в 18 часов на Орин ТВ, а также в онлайн-трансляции на Ютубе и наших профилях в соцсетях. Когда набережная изменит свой нелицеприятный вид, расскажем во второй части программы. Сейчас немного рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем рассказывать о новостях и вот, что дальше увидите. Когда начнут реставрировать Оренбургскую набережную? Подрядчика еще нет, но называются сроки начала работы. Сотрудник ДПС в скором времени сможет остановить автомобилиста там, где он захочет. Как к нововведению относятся оренбуржцы? Появится ли новый дорожный знак в футере Степановском и почему в общежитии душ работает не каждый день? Все подробности в рубрике дежурных респондентов. Когда отреставрируют Оренбургскую набережную, жители областного центра довольно часто звонят в редакцию с таким вопросом. Спуститься, как раньше, на мост и к реке невозможно, только через Елизаветинские ворота. На каком этапе реставрации расскажем далее. По словам проектировщиков и архитекторов, новая Оренбургская набережная заметно преобразится. Сейчас ведутся работы, например, на главной лестнице, а сама прогулочная зона станет более свободной. Вот такой должна предстать перед глазами оренбуржцев набережная. На картинке выглядит все очень привлекательно. В спокойных тонах плитка, по-прежнему зеленая зона, беговая дорожка. И даже здание детской железной дороги будет изменено. Правда, работы еще не начались. Гранитные ступени на лестнице были демонтированы для проведения обследования основания спуска. Проект его реставрации был разработан еще в 2016 году. Как нам сообщили в городской администрации, с подрядчиком еще не определились. Конкурс даже не проводился. Известно лишь одно. Из основных требований к организации у нее должна быть лицензия Министерства культуры для проведения работ на объектах культурного наследия. Однако уже называются сроки выхода подрядчика на строительную площадку. В конце августа на набережной появятся рабочие. Об окончании реставрации пока ничего не известно. Оренбуржье лидирует в очередном антирейтинге. Наша область признана безоговорочным победителем по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе. По данным Минтруда, общее количество безработных в Оренбуржье превысило 14 тысяч человек. При этом специалисты отмечают, что эта цифра все же лучше, чем показатели прошлого года. Ведь в 2016 году безработных было больше – 15 тысяч человек. Совсем другие цифры приводит Оренбургстад. Они еще выше. По подсчетам экспертов Службы государственной статистики, число безработных в Оренбурге составляет 48 тысяч человек. В Оренбургстаде такое расхождение цифр объясняют тем, что в министерстве рассчитывают число безработных из количества обратившихся на биржу труда граждан. Тогда как Служба государственной статистики руководствуется мнением людей, которые сами считают себя безработными. Но есть еще интересные цифры от Оренбургстад. Которые говорят, что в целом оренбуржцы живут неплохо, ведь их доходы растут. Среднедушевой денежный доход жителей области за год вырос на 4% и составил 22 тысячи рублей в месяц. Инспектор остановит, где захочет. Сотрудники ГАИ совсем скоро смогут останавливать автомобилистов и проверять документы на любом участке дороги, сообщает российская газета. МВД страны планирует отменить приказ, который был принят 5 лет назад и запрещал автоинспектору останавливать транспорт вне стационарных постов. Сейчас по инструкции сотрудники могут останавливать транспортные средства только в том случае, если водитель нарушил правила ПДД. Для проверки документов автолюбителей разрешено останавливать только на стационарных постах ДПС. Новый регламент призван отменить эти правила. Документ уже проходит последние согласования, однако эксперты полагают, что новшества могут отрицательно сказаться на автолюбителях. Мол, возможность останавливать автомобили вне стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников ГАИ. Не исключают и возможное нарушение правил ПДД самими водителями. К примеру, если человек опаздывает, тратя время на остановку и предъявление документов, автомобилист превысит скорость в дальнейшем пути. Изменить правила планируется из-за роста числа ДТП с участием водителей, которые уснули за рулем. Большинство оренбургских автомобилистов, как выяснилось, к изменениям готовы и надеются, что в таком случае инспекторы не будут злоупотреблять полномочиями. Я думаю, что, наверное, это правильно, потому что много совершается правонарушений, преступлений, которые нужно пресекать. Я считаю, нормально, если ты не нарушаешь ничего, почему боятся сотрудники ВТПС? Я не согласен. Почему? Ну, а если я не нарушаю и не правил, ничего, почему меня должны останавливать? Из-за чего? Если я нарушил, пусть останавливает. Если нет, то, конечно, нет. Положительно. А почему нет? У меня документы все в порядке. Я трезвый. Мне все равно. Было бы приятнее то, что в определенных пунктах, естественно, было. Ну, а так, мне чисто, ну, как бы, без разницы. Мне и так тормозят все. Где попало? Разницы по этому никакой нет. Одни оренбуржцы мечтают прокатиться с ветерком и купаться чаще. Другим горожанам напротив. В жару хочется тишины и спокойствия. Не скупились жители города и на добрые слова. Появится ли новый дорожный знак в хуторе Степановском и почему в общежитии душ работает не каждый день? Ответы на эти вопросы в нашей постоянной рубрике дежурный корреспондент Ольга Токарева продолжит. Против скорости и вседозволенности в редакцию обратились жители хутора Степановского. Рассказывают, в поселке не так давно отремонтировали улицу Студенческую. Правда, новый асфальт настолько радует автомобилистов, что появилось много стритрейсеров, желающих прокатиться с ветерком. Где лежачие полицейские и знаки ограничения движения хотят знать жители хутора. И совсем скоро начнется новый учебный год. Дети по этой дороге пойдут в школу, а так и до беды недалеко. В администрации хутора Степановского заверили, что заинтересованы в установке дорожных знаков. С соответствующим предложением чиновники обратились в ГИБДД для ответа по закону. У полицейских есть еще 20 дней. Мыться по расписанию отказываются. Жители общежития в доме номер 19 по проспекту Гагарина недоумевают. Почему общий душ не работает по понедельникам? Руководство общежития якобы ситуацию не объясняет. Оренбуржцам же без воды в первый рабочий день, учитывая, что на улице очень жарко, приходится не сладко. В чем причина? Заведующая общежитием Лариса Пономаренко пояснила, что в понедельник в душе санитарный день. Мера эта вынужденная. Весной стена в ванной комнате обрушилась из-за того, что душ работал без перерыва и не успевал просыхать. Сейчас помещение отремонтировали, за ним следят должным образом. Жителям же придется набираться терпения, зато мыться они могут каждый день, кроме понедельника, до часу ночи, пояснило руководство общежития. А вот Анастасия благодарит стражей порядка. Рассказывает, накануне весь их девятиэтажный дом не мог уснуть. В 12 часов ночи молодежь на улице Амурской забыла о правилах приличия и о законе о тишине. Молодые люди очень громко включали музыку в автомобилях, что, естественно, доставляло неудобства жителям этого района. Оренбурженко позвонила в полицию, и уже через 20 минут правоохранители доказали, что закон о тишине в нашем городе работает. Спасибо за ваш нелегкий труд. А вам спасибо за ответную связь. Продолжайте рассказывать корреспондентам о событиях, которые происходят в городе. Звоните. И пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 23 часа. Вы можете смотреть нас на 21-м телевизионном канале на сайте Ориндэй, в кабельных сетях r-telecom, дом.ru, видеохостинги, ютуб на официальных страницах ВКонтакте и Фейсбук. Хорошего вечера и до встречи на Ориндэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова